Самое главное, Мадонну я вижу. О, спасибо. Привет, свой дорогой Рашид. Ты представляешь себе, я уже включил запись. И хочу тебе сказать, ты очень экстравагантно выглядишь. Значит, спасибо за, так сказать, представление. Почему экстравагантно? Ты помнишь, я спросил, как одеться? Галстук, майку, туда-сюда. А потом думаю, ой, я же знаю, что ты будешь на фоне своих картин прекрасных, а я на фоне чего? Значит, я сам себя должен на фоне представить. Поэтому вот мой вид как бы ассоциируется с твоими разноцветными картинами. Понимаешь? Мой выбор вот в чем заключается. Ну что, я себя немножко представлю тогда. Потому что меня никто не видел, никто не знает, откуда свалился. Кто-то тебя не видел, но чтобы он тоже тебя увидел. Давай, расскажи. Ну, во-первых, я никакой не ученик. Хасая, сразу говорю, так сказать, ни в прямом, ни в переносном смысле. И с Хасаем и с его методикой я познакомился очень давно, много лет назад. Не будем вспоминать годы. Причем у меня никакой боли, ничего, таких проблем не было. Я вышел на него, просто увидел знакомое имя. Почему знакомое? Потому что я в космосе тоже работал, но не как косай, с космонавтами напрямую, а я работал на станциях слежения. Но общался с теми, которые летают. Как раз именно в этом направлении я работал. И кое-что я у них слышал. Они не называли ни фамилии, ничего, но говорили, что вот что-то такое использовали. Поэтому у меня эта мысль запала, и когда я случайно где-то в интернете именно увидел, что Хасай работал с космонавтами, я сразу понял, это реальность. Это не какой-то, извините, фейк или что-то еще. Я в это поверил сразу, и меня убеждать не надо было, что это действительно техника работает. Дальше мы с ним немножко пообщались. Он еще тогда работал с ключом первым, и говорил, что я, вернее, уже опубликовал свой ключ первый, но говорил, что я работаю над ключом вторым. Вот на том уровне, вернее, в то время мы как раз с ним и познакомились. Я напрямую вышел на нее. Десятки лет прошло уже, слушай. Ну, наверное, я сказал, я не женщина, поэтому мне годы, знаешь, какая разница. Мы с тобой дружим уже больше 10-20 лет, да. Ну, наверное, слушай, ну что мы будем с тобой годы считать? Ты знаешь, говорят, да, никогда не считай годы, бокалы вина и любовниц. Вот не надо считать это, понимаешь? Главное, их имена никому не говорить. Это я своим внукам буду говорить, правильно заметил. Ну, ты вслух сказал, а я знаю, что это еще кое-что можно. Ну, ты меня отвлекаешь от темы, представления. Вот тогда я сразу, как говорится, уверовал, хоть он и тогда ничем божественным не отличался, но я, как говорится, уверовал в то, что он хочет принести в этот мир. Хотя тогда, если я ошибаюсь, поправь, но, по-моему, в то время ты ни о какой школе и о человеке будущего не думал. У тебя были какие-то курсы, типа, готовил инструкторов, вот, твой метод пропагандировать, но ни о какой школе тогда у тебя, по-моему, речи не было, насколько я помню. Вот, я посмотрел то, что он дает, я попробовал сразу на себе, работает сразу, моментально. На мне сработало, и я, в принципе, понял. Человек отдал мне ключи, а дальше в чем я его буду беспокоить? Он мне дал направление, вот тебе ключи, от какой хочешь ситуации, подбирай свой ключ и вперед. Поэтому я, как говорится, довольный мальчик ушел и жил своей жизнью. Потому что мне хватало того, что ключ один, ключ два. Сейчас я узнаю, у вас там уже, наверное, десятый ключ готовится. Вот, и вообще, так сказать, по-другому все воспринимается. Но я по своему опыту, вот, Хасай уже сказал, сколько лет, да, вот столько лет я этим пользуюсь. Ничего не говорил ему никогда и никогда с ним не советовался. Правильно я делаю, неправильно я делаю. Понимаете, я понимал, что мне вот это помогает, а это, ну, не помогает, ну, что сделать? Ну, такой, значит, я. Не тот ключик, а просить Хасая, ты мне еще ключик дай какой-нибудь, как-то не того, не серьезно будет. Он и так все раздал, что можно. Вот, это мое представление о том, вот, это для публики, как говорится, кто с кем, кто с вами постоянно общается. Я потому что обратил внимание, у вас там есть люди, которые, как говорится, сидят с вами постоянно и прочее. Но у меня такое впечатление, Хасай, сложилось, что не все правильно понимают твою миссию, миссию и тебя. Мне показалось, что многие тебя воспринимают, как доброго доктора Айболита. Ой, у меня лапка болит, ножка болит, у меня что-то внутри. Вот, извини, я это не приемлю. Ты не доктор, ты мессия, не пророк. Понимаешь, пророк, он несет чью-то мысль, хочет донести до людей. А ты несешь свою идею, свой подход. Тебе надо только философию подработать. А так ты даешь людям ключи к самому себе. Вот это вот я не понимаю, почему люди понять не могут, что ты даешь им возможность скрыть все свои колодовые, которые в них внутри есть. А они просят, да, вот у меня рука отсохла там, еще что-то. Перед этим человеком надо шляпу снимать, понимаете, чтобы в знак уважения. А не теребить его такими просьбами. У меня мизинец заболел. Вот, ты извини, конечно, может, я грубо выражаюсь, но вот у меня такое впечатление сложилось, что люди к тебе подходят немножко потребительски. Ты нам помоги, даже если ты им даешь эти ключи, они все равно говорят, а куда этот ключик вставить, а в какую сторону его надо крутить. Понимаешь, вот такое впечатление у меня складывается от многих людей, которые, я понимаю, не обращаются к тебе за помощью. И ты, так сказать, моментально переключаешься на жаждущего и страждущего. Я бы сказал, ну, нельзя этим заниматься. Ты знаешь, Христос пытался семью хлебами накормить всю общину. Там за одну рыбалку наловить рыбу, чтобы все поели. То, что достается даром, оно не ценится. Ты раздаешь свой дар бесплатно. А люди должны понять, что это стоит для них, и тогда они будут это больше ценить. Вот я бы так немножко сказал про твою аудиторию. Я не хочу обижать не тебя, во-первых, потому что ты этих людей собрал, не я. А потом твоих людей, которые, я так вижу, что они все-таки в тебя верят, надеются. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Вот, но вижу, что они к тебе немножко потребительские, если можно так сказать, относятся. А что надо сделать, чтобы что? А вот теперь, вот смотри, я думал, а что вот тебе сделать? Потому что, ну, во-первых, пойми правильно, не я тебе советую. Я же сказал, ты мессия, понимаешь, ты мессия. А кто я такой? Я простой смертный, понимаешь, которому вот дали ключики. И я могу, знаю, какую, чего, дверцу, может, не все, но могу открыть. И нормально, довольна. Что я буду тебя спрашивать? Слушай, Хасаев, а правильно я в эту сторону кручу? Мне три раза надо повернуть или пять раз надо повернуть? Ты же сказал с самого начала. Это смешно. Подбор и перебор. Все. Других вещей никому ничего не надо объяснять. Крути сколько пока не накрутишь его и не откроешь эту дверь, которую ты хочешь открыть. И не надо. Вот он говорит, ну, в эти упражнения, там, минуту делать. Ребята, одному надо, может быть, и минуты хватит. Другому, может, надо десять минут. А третий с одного щелчка заводится. Ну, он же вас всех не видит и не знает. У него нет рентгеновского аппарата, чтобы в вас залезать всех. Он вам дал ключи. Ребята, работайте. И все. Проще объясни людям. Вот знаешь, я, во-первых, общаюсь с тобой, начинаю немножко думать о более высоких материях. Но не как ты о Боге, да. Я немножко вот, да, опять, чтобы твою аудиторию не обижать. Я не атеист, безбожник. Я агностик. То есть у меня есть свой Бог, но это мой Бог. Вот. Эй, я, так сказать, Ему поклоняюсь. Но верю я в себя и в свои силы. Потому что я пришел на этот свет, вот, слава Богу, моему Богу, да. А дальше, парень, тебе дали возможность в этот мир зайти. Дальше уж куда ты пойдешь? В какую дверь зайдешь через какой забор перелезешь? Это ты делаешь. И не надо Хасая просить. Ты меня подтолкни вот туда, вот. Я хочу запрыгнуть туда. Парень, подбирай ключики и тогда перепрыгнешь через этот трехметровый забор. Или не можешь перепрыгнуть, выры под копой, залезь под забором и зайди туда, куда ты хочешь. Когда человек что-то для себя слышит или видит, он же не живет в наших головах. И мы не телепат. И он спрашивает, а как сделать вот так, а как сделать вот так? Он же не может сам придумать, как это надо делать. Как ему я могу опыт из своего, из души и головы передать сразу одной строчкой? Это же невозможно. Когда я говорю, подбирай ключ себе по критерию, миллион упражнений существует, выбирай то, которое ты хочешь продолжать. Так просто я сказал, вроде все понятно. И вот он когда перебирает, то и на каком-то он зацикливается, ему хочется его продолжать, это то, которое ему подходит в моменте. И оно снимает стресс. И он выходит на нулевую безмятежность. И он может переходить в поток, мечтать о желаемых результатах, и они начинают происходить. Ну, это все я же, видишь, жестокими словами говорю. А другому человеку надо два часа рассказывать, потому что он сразу сообразить это не может. Это же что-то новое для него. Он говорит, а как это устроено, а куда надо крутить, а как крутить, а как дышать при этом надо. Его же научили всяким шаблоном, что дышать надо задерживать дыхание, что упражение надо делать вот так, а не вот так. Много всего в интернете. Он же должен понять, что же ему делать. Я в защиту нашей школы говорю, потому что, во-первых, у нас в основном люди в мудром возрасте. Или, например, молодые, но у него завтра экзамен, он не знает, что делать. Или, например, у него ножка болит, помогите мне. Ему не до этих вот высоких нотерий. Я правильно говорю, Рожа? Хасай, я тебя понимаю, ты защищаешь своих людей, не себя, а их людей, потому что это твоя миссия, понимаешь? Я тебя понимаю, но я не согласен с таким подходом, ты понимаешь? Это немножко иждивенческий подход. Я понимаю, таблицу умножения надо один раз выучить, а потом ты, извини, не ходишь к учителю первого класса и спрашиваешь, а как мне здесь поступить? Ты ее выучил и на всю жизнь, и сам ей пользуешься без учителя, понимаешь? Вот у тебя учение, ну, во-первых, надо сказать, у тебя ничего нового нету, извини, я так грубо говорю. Ты просто подметил то, что человечество использует не то, что вот современное, да, а с времен первобытно-общинного строя. Вот эти движения, они внутри нас заложены, они инстинктивно в нас заложены. Ну, как ты правильно говоришь, шаблон из детства. Ты не крутись, сиди смирно. То есть ограничения в нас сбили, зашорили, да, вот смотри только так и не крути головой сюда. Это вбивается. Я понимаю, ты говоришь, объясняешь людям, что вот эти шоры надо снять, потому что в основном наш организм запрограммирован так, что он сам знает, что нужно в этот момент делать, если отбросить все эти шоры. Вот ты и говоришь людям это. А так вот до твоего последнего учения, ты говоришь там этого, кучера, да, ты привел пример, там вот он сидит, а ты же говоришь, ребят, а вы детальку упустили. Головой, надо болтать правильно. Ты же подметил ее, ты же не создал этот образ. Те, кто не видел, я хочу еще рассказать. Это очень важно, потому что во всех книжках по аутогенной тренировке, во всех статьях по аутогенной тренировке, даже у самого Шульца, автора, который в 30-е годы из Австрии создал это, очень мощная система аутогенной тренировки. Даже он это, говоря, что надо сесть в пользу кучера, приведя его в пример, а кучер-то на самом деле покачивается, когда едет. А когда Шульц об этом говорил, это покачивание, он не указал. И все теперь учат других по шаблону. Сами не додумываются. Вот же в чем дело. Я вдруг это увидел и говорю, все пишут неправильно, потому что надо написать позу кучера, когда кучер сидит и покачивается. Между сном и божественным. Поэтому он может долго ехать, думать о своем, решать свои проблемы и так далее. И все вдруг мне начали писать. Ой, как вы правы, как вы правы. Пока не покажешь, пока сам не осознаешь, пока не покажешь, они не видят. Вот это шаблонное учение в нашей школе. Любое. Ну, вот я что хочу сказать. Учение. Оно вырабатывает шаблон. А мы добавили принцип подбора путем перебора для развития творческого мышления. Вот ты сидишь, покачиваешься как раз. Ладно, о творчестве поговорим, потому что там я с тобой немножко, если не сказать, совсем не согласен. Но это потом. А сейчас я опять хочу подчеркнуть мысль, что ты ничего, будем так говорить, сверхъестественного не придумал. Извини, может быть, ты не соглашаешься или другие. Но ты нашел самые простые вещи. А ведь гениальность в чем заключается? Что все просто. Тогда это люди понимают. Вот это гениально. Это не то, что ты понимаешь, что-то наподобие теории Эйнштейна придумал, которую все слышали, но ни хрена, извини за выражение, 99% людей не понимают, в чем смысл. Но все знают, это гениально. Но воспользовать для себя, применить никто не может. У тебя наоборот. Все просто как, ты знаешь, даже муху труднее убить, чем твой метод осознать. Понимаешь, тут даже голову напрягать не надо. Для того, чтобы понять твой метод, любой из них этих ключей, и как его делать. Вот я к чему говорю. Понимаешь, да? Что ты замечаешь. Если его обрамить рамой, сказать, что это взято у человека, который умер тысячу лет назад, как Будда, например, у него взято. Потом начать говорить по частям, степ-бай-степ, шаг за шагом, по частям, что это давно умер человек, это был известный Леонардо Винчи, или Будда, или Мухаммед, или кто. Тогда люди начинают внимательнее смотреть. И, кстати говоря, не вникая в суть смысла, форму продолжать, шаблон. Вот одного профессора, лауреата Новельского премии, физика, спросили, «Как ваши современники воспринимают ваши открытия?» Он говорит, они говорят, этого не может быть. А потом, что говорят люди следующие поколения? Он говорит, они говорят, а как же иначе? То есть, опять же, шаблон передают, а сами головой не думают. А как же иначе? А теперь, кто создает новый шаблон, тот и управляет человечеством, как пророки. Вот я сейчас создам новый шаблон, умру, потом меня будут вспоминать. Вот сейчас выставка у меня будет, 20 числа. Жалко, ты не в Москве сейчас находишься. В центре Москвы неординарная выставка, необыкновенная Лего. 20 числа. Начинается, и будет всего неделя, потому что все остальное время у них забито. Там у меня уникальность в том, что эта выставка не имеет худсовета. Там может кто хочет выставиться, но настолько желающих много, настолько у нас много творческих личностей, что там нету никогда времени. Вот сейчас неделя выпала, и они мне предоставили. Для меня это большая честь. Я сейчас думаю своей картиной. Вот размышляю сейчас. Вот эту божью коровку на ромашке. Ромашка, цветок любви. Божья коровка. Смотри, какие у меня талантливые картины. Талантливые же. Ты согласен с этим? Согласен, но я не согласен. Откуда ты черпаешь свои таланты? Ты объясняешь мне все людям. Я хочу это тоже позже сказать. Откуда ты черпаешь это? Могу сразу вот, если уж ты затронул эту тему. Ты сегодня выставил одних женщин. Ты понял меня, да? Я предпочитаю видеть женщин. Мужика, извини, я на себя два раза в день смотрю в зеркало. Мне этого достаточно. У тебя женщины и мужчины совершенно разные. А Мадонна твоя это вообще блеск. которая там вот с ребенком. Да, 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 да. Это вот у тебя шедевр. Я называю это шедевр. Но как ты ее увидел и как ты ее воспроизвел? Понимаешь, чем дело? Поэтому, когда ты говоришь свое учение, вот первый ключ, чтобы ты вошел, вернулся к точке бифуркации, то есть к корновесию, да? К нулевую. Хотя, ну, нулевую точку. Но если уж брать, так сказать, переходить к законам термодинамики, да, то любая система стремится к равновесию. Это все понимают и знают. Пример самый простой. Вам не надо, так сказать, быть ученым, физиком или иметь докторскую, кандидатскую. Вы бросаете камень в воду. Начинают идти круги, да? Если вы больше ничего не бросите, то через какое-то время опять будет тише гладь, да? То есть система пришла в норму успокойствия. Но если кто-то рядом тоже начнет бросать, то волны начнут пересекаться. То есть начинает создаваться хаос. Чем больше людей будет бросать в воду камни, тем больше хаоса будет. И тем больше... Ой, извини, пожалуйста. Тем больше проблем возникает. А мы все живем в хаосе. Мы проснулись, мы один. Но мы начинаем по дому двигаться, кофе готовить, домочадцев беспокоить. Мы создавать начинаем хаос. Понимаешь? Мы, хочешь не хочешь, вышли на улицу, там еще больше людей с нами пересекается, хаос возрастает. Правильно? Едешь в машине, у тебя вокруг поток движения, ты начинаешь опять ну, как это, закипать. Да? Правильно говоришь? Ты начинаешь закипать. Ты предлагаешь вернуться в точку, где все спокойствует. Да, ты можешь снять. Но... И с этой точки ставь, куда ты хочешь, а не куда тебя несет. А я вот... Вот видишь, ты добавляешь, ты должен это людям объяснять. это не философия индуизма и буддизма, где йога это часть элемента, по-моему, на четвертом или даже на пятом месте. это только касается поз, дыхания. Да, это только небольшая физкультура, которая поможет тебе вот уйти туда, в нирвану. Они обозвали эту точку нирваны. Но там они говорят, ты вот вошел туда и балдей. Твой же принцип. Ты дошел туда, чтобы сбросить тот стресс, который тебе не нужен, и уйти в другой стресс, который ты хочешь и нужен. что-то творить. Правильно? Потому что творить вот это все все время ведет. Потому что без стресса творить ничего нельзя. Нужен стресс. Вот такую картину, как Мадонна-то написал, я это не спрашиваю, что тебя подвигало. Я не думаю, что это ты сам себя вот, ага, ключ один, я расслабился, сейчас я себя вгоню в ключ два и нарисую эту Мадонну. Я никогда не поверю этому. Должна была быть Мадонна, которая тебя вдохновила на то, чтобы ты вот ее изобразил. Поэтому я вам всем говорю, чтобы ключи точно использовать, нужно еще, чтобы у тебя ключник был, а желательно ключница. Вот тогда... Опять ты возвращаешься к тому, что нужен постоянно сопровождающий или не нужен? Так, давай тогда так проще. Эту фразу приписывают Наполеону, хотя я знаю, что ее сказал Толеран, но Толеран был умный мужик, это министр иностранных дел при Наполеоне был, если кто не помнит, кто такой Толеран. Он это, так сказать, позаимствовал у других более умных людей. Он сказал, что за каждым великим мужчиной нужно смотреть, искать более великую женщину, ибо она делает мужика. Хочет, она его сделает великим, она его сделает великим. Хочет, она его затопчет в грязь, она его затопчет. Можно вернуть? Спилец с корнем, как одного мужика, такой фильм был хороший. А там женщина, в которую он влюбился, она перестала его хвалить, и он свалился. А тут мы возвращаемся к самому простому, как ты вот любишь подмечать в жизни и вытаскивать это. Вот ты мне пример вчера привел, потрясающий. Ты сказал, да, вот мы разбили чашку, и мы говорим, на счастье, довольный, да, чашку все-таки разбили. А вот когда жизнь нам стукнула там по голове и прочему, да, мы сразу, ой, боже мой, ой, слезы и прочее, ты говоришь, ну, выплачься, но ты сказал. А твоя бабушка говорила, ты мне сказал, все перемирится, будет мука, сделаем, да, или что? Пироги, да, но это длинный путь, такой же путь у Карнеги есть, если кто не помнит, был такой, да, Карнеги, который много писал, и вот как самому себя куда-то настроить, он тоже говорил, если судьба тебе преподнесла лимон, здесь в Северной Америке принято лимон, это значит, что-то очень плохое ассоциирует с лимоном, если тебе судьба преподнесла лимон, то ты, говорит, выжми его, сделай лимонад и наслаждайся, вот это твой принцип, но это надо время ждать, а ты сразу сказал, понимаешь, хорошо, что-то случилось, скажи себе, это на счастье, все, ты можешь себя переключить моментально, понимаешь, чем дело? напряжение стресса на решение своих вопросов. Вот, вот в чем твоя гениальность, просто, понимаешь, одно слово, вот, люди должны понимать, что, вот, что от тебя надо брать. Машин, извини, пожалуйста, я тебе скажу пример, я говорю, любой стресс, который есть, допустим, чашка упала, допустим, ногу сломала, допустим, там комар тебя укусил, не важно, ты в стрессе, в раздражении, в гневе и так далее, ты в этот момент вспомни, чем больше стресса, тем больше сил, например. О, золотые слова. Да, это формула, да, или, например, вспомни задачи, которые у тебя нерешенные, тут же вспомни, и эта энергия пойдет на их решение, и ты их решишь легче. Я это сказал, вот, что надо людям-то говорить, скажи, дорогой. Я сказал, человек вот это, понял то, что я сказал, а потом говорит, слушайте, я это понял, а вот если спина, допустим, заболит, что делать? А я говорю, ты уже сказал, что ты понял. Если заболел, значит, обрадуйся, потому что, как чашка упала, ты говоришь, на счастье. Ты тоже так же скажи, на счастье. Значит, после этого, сразу вспоминай, дела нерешенные, и вот эта боль, это напряжение, стресса пойдет на их решение. Ты себе скажи, во-первых, завтра буду чувствовать себя хорошо, во-вторых, я там не могла картину докончить, или там танец, который я хотела танцевать. Представь себе будущую задачу, и она туда пойдет, и ты хорошо будешь танцевать. А не зависай в этом, вот у тебя заболело, не зависай, не накручивайся, а переключай эту энергию на решение ранее нерешенных задач, или осуществления цели. Я не буду это осуществлять. Я это сказал. Я понял, он говорит, а если, допустим, палец у меня заболел, что делать? Я говорю, слушай, меня один спросил, это смешной случай, после моих четырехчасовых занятий, я, говорит, все понял, только я не понял одного, вы мне скажите, почему колесо круглое? Слава, что ему сказать, потому что один говорит, дурак, может задать столько вопросов, на которые ни один мудрец ответит. Да, не ответит. Ну, я дурак, имею в виду условно, это не касается. Ну, я все понял тебя, конечно, да, но в принципе правильно. Как говорится, как говорится, тот же Каннека, не ругайте целого, поругайте честно. Вот, и я возвращаюсь к тому, с чего мы начали, что по идее, твои ключи должны вот включать в первую очередь свои собственные мозги. Вот, ну, не знаю, грубее я уже не могу выразиться. Человек болит, он в этот момент, его внимание там. Обожди, умный человек, да, вот смотри, к тебе обращаются уже поздно, когда голова перестала работать. Организм тоже перестал работать, он ему сигналит, вот боль. У нас стоит для детей, для 10-11 классов учебники Матвеева, Анатолия Петровича, профессора, для 10-11 классов, да, для преподавателей физкультуры, чтобы они учили этому детей. Вот это будущее поколение, они будут владеть учебниками. А сегодня, когда человек уже весь больной, весь с ошибками вышел, ему главное починиться. Ему не главное дальше двигаться, он об этом не думает, он зашорен. Ему надо... Но, понимаешь, боль – это последняя стадия, когда организм тебя, ты же не слушал организм раньше, он тебе подсказывал аккуратно, тактично, а уж когда ты плюнул на него, он тебе по полной программе боль выдал. И ты сразу рвешься к месту, где боль. А боль-то – это ведь только сигнал. А сама-то причина в другом месте, это вот как смотри, плотину прорвало там где-то вверх на реке 100-200 километров, а затопило село внизу. И они борются там вот внизу, давай своих там коров спасать и прочее. А проблем-то надо было решать там наверху по течению за 200 километров. То же самое с болью. Надо себя слушать в первую очередь, потому что организм тебе всегда подсказывает. Парень, даже вот когда, о, что-то мне выпить захотелось, нос зачесался, да, мы говорим, значит, выпить. А по идее, значит, что-то организм тебе говорит, парень, ну-ка послушай себя, сам себя, чего-то не хватает. А к тебе обращаются люди уже, когда они себя полностью перестали слушать, у них организм кричит в виде боли, да, потому что он по-другому тебе не может объяснить, что у него что-то не в порядке. Он, давай, думаю, да вот, а заранее-то, ты же ему все ключи дал. Парень, ты можешь сам себя ремонтировать, профилактику делать. Машину мы же таскаем на профилактику каждые там полгода. А себя кто будет? Парень, на профилактику ты тратишь деньги, а на себя, вот тебе бесплатно дали ключи, и что ты не можешь воспользоваться этим. Вот надо в этом направлении, я думаю, тебе немножко подумать, как людей, ну, научить пользоваться ключами для себя, а не просто вот, подскажи, что мне делать, сними боль. Извини, это твоя боль. Он на время может ее снять, но причин-то в тебе, он же не залезет тебе туда, куда нужно. Мы приучали людей с детства, приучали не заниматься самолечением. Людей с детства приучали, чтобы они работали над собой, или там как-то работали степ-бай-степ, шаг за шагом. Людей с детства приучали, что все сразу не бывает, что все достигается с трудностями. А тут вдруг я выхожу, говорю, это очень просто, если тебя трясет, надо потрястись. Он говорит, как? Я говорю, ну да, его этому не учили, он не понимает это. Или он говорит, на людях трясись, что делать? Я ему говорю, закрой дверь, чтобы я никто не видел. Хочется трясись, трясись, хочется плакать, плачь, хочется остановиться, тони, хочется кричать, кричи. Как в чистом поле, где никого нет. Помнишь этот один, как мужик Славочки встал, балалайка у него, он так дрын по балалайке, потом встал, никого уже нету, абсолютно на сто километров, и так закричал. А эхо ему, назад вернул. Он сел такой довольный. Ты представляешь? Я матом не выражаюсь, поэтому я просто... Ну, понятное дело, русский мат – это великое творение русского человека. А знаешь, почему, почему запрещен официально мат? Я знаю, почему. Ты знаешь, почему? Даже не пытался в этом направлении размышлять. Я тебе скажу, пусть все узнают. Тогда человек лишится, если его официально разрешить, тогда человек лишится мощнейшего ресурса выражения сильнейших эмоций. Поэтому, когда чашка падает, в дребезги любимая, он может сказать «Ах, я!» или сказать «На счастье». Скажи, когда кирпич на ногу упал, это будет боль, а то ты чашка, ты жалеешь человека. Вот как кирпич на ногу упал, ты вспоминаешь могучий, великий русский язык. Анекдот есть такой. Дети приходят из детского сада и это самое... матом разговаривают. Дети бегут в школу или в детский сад. Что тут такое происходит? Вы что, тут матом разговариваете? Он вызывает там кого-то, там монтеры какие-то работали, вызывает. Вы там матом разговариваете? А он говорит, «Да ну что вы!» «Какой мат?» «Мы никогда матом не разговаривали!» «Вот, например, мы вчера, говорит, там что-то чинили, там на чердаке, паяльная лампа упала, говорит Петя, коллеги, на голову горячая. А он сказал, «Вася, ты не прав!» А раз уж ты вспомнил про мат, заговорили, да? Вот проводили как учет... Ну, считай, что это неофициальное, ненаучное исследование. В армии, ты знаешь, надо коротко и четко давать команду для того, чтобы боец моментально понял, что от него хотят. Ибо от скорости до подачи команды и выполнения многое зависит, да? Так вот, просмотрели много армий, то есть на каких языках команды дают одни и те же. Так вот, оказалось, что русский офицер на три секунды быстрее дает команду и ее выполняет русский солдат, чем американец или англичанин, тем более француз и итальянец. Понимаешь? Русскому офицеру достаточно двух-трех слов, чтобы описать ситуацию и дать правильную команду. У нас, наверное, буква «Р», там «Смирно», там «Пряжка», «Ефрейтор», «Старшина». Я не про это имел в виду, ты понимаешь, да? Понимаю, понимаю. Да, вот я что, это мы просто про мат говорим. Там вот без этого никак нельзя и никто не запретит. И иногда, я помню, стоящий на плацу генерал и как врубит, да, по-русскому, да, все сразу понимают, понимаешь, проблем никаких нет. Правильно, это короткое выражение, молча, правильно, поэтому... А с другой стороны, это же твой же ключ снятия стресса, правильно? Правильно. И ты вдалбливаешь этим, ты с себя снимаешь стресс, а другого своего вгоняешь стресс, и он понимает, что надо сделать. Правильно? Да. Все, один разгрузился, другой загрузился. Вот тебе, пожалуйста, это жизнь. А теперь ты говоришь вот про врачей, нас за шорень учить. Извини, сколько лет человечеству? Несколько миллионов лет. Он прошел разные стадии. Почему-то, когда вот там, ну, Всевышний, помнишь эту сказку, он создал там все, и потом, наконец, решил развлечься и создать человека, да? Он что-то создал сначала одного, ну, из глины слепил, что бы осталось там, вселенную делал, прах остался, из глины слепил, да, мужика. Нет, сначала Ленин, потом Еву, потом Адам, потом Еву. Обожди, обожди. Сначала Адама, да? Но он его из-за праха создал, из глины. По идее, ему не понравилось то, что он сделал, понятно, первый блин комом, правильно? Так он мог бы снять эту глину и по новой сделать что-то. Нет. Он, кажется, свое первое творение решил оставить, но понял, что сморозил, поэтому создал из его ребра, из органического материала он создал Еву. мужик-то он сделал его из неорганики, правильно? Из глины, из праха, песка звездного. А Еву-то он создал уже из живого. Почему женщина чувствительнее и живее, чем грубо, неотесанный мужик? Я так это объясняю. Теперь дальше. Он же Еву почему создал? Потому что, когда он создал этого болванчика Адама, тот жил в лесу, в раю, ему ничего делать не надо было. Он даже на деревья не лезет за фруктами. Он просто лежал и ждал, когда этот банан или что угодно упадет. Он сам ведь не догадался, прожив там тысячелетия, бог что знаешь, один день, это тысячелетие. Даже яблоко самому сорвать, он не догадался. Бог понял, блин, кого же я сделал-то? Я тут в поте лица тружусь, а этот бездельник у меня вообще ничего не делает. И как его заставить, что я его буду гречит, он тут же понял, надо создать, понимаешь, ангела и дьявола и все в одном флаконе, да, и женщину ему слепил. Она его заставила все делать. Мотивировала, да, мотивировала. Ну, правильно. И ты смотри, как он мудро поступил. Он их выгнал, конечно, хватит, ребята, на всем хорошем, давайте-ка, сами зарабатывайте. Но он ведь мог одного Адама сбросить на землю. Ева могла остаться там. Нет, он сказал, ладно, кусочек райской жизни я с тобой пошлю. Вот, глядя на твои картины, они меня и навели на эту мысль, что ты тоже правильно мыслишь. То есть, в правильном правлении, извини, мыслишь правильно, мне нельзя сказать. Ты и так не знаешь, как ты мыслишь. Это мужик или это женщина? Не нравится мне. Вот так я говорю, понимаешь? Мне вот это вот, вот, вот я сказал, Мадонна, вот там рядышком тоже другие женщины. У тебя у женщин виды, понимаешь? Они живые, и они чего-то вот от тебя хотят. Вот ты чувствуешь к ним тягу, да? Вот тоже, понимаешь, живая, но немножко сексапильная, я так сказал. Да, сексапильная немного так, с таким вот она взглядом. Ну, я так вот смотрю, понимаешь? А это у меня незаконченная картина. Она то женщина, то мужчина. Вот, вот, ты уж давай, слушай, Хасай, я буду с тобой ругаться. Я вот против этой политики здесь, ЛГБТ, да? Я ее на дух не переношу, даже мой внук ее не переносит в школе, понимаешь? А ты туда же, мужик или баба? Ты уж давай определись. Я считал, что ты... А на кой черт, ты извини, мне этого мужика суешь? Потому что мне женщины сказали, сколько можно женщин рисовать? Дайте нам мужчину. А, боже, вот, слушай, ты помнишь, говорил на последнем вебинаре, там Тали, кого еще, Пикассо, все, значит, вдохновение, головой мотали. Не головой они мотали, я тебе сказать, чем они мотали, чем они свои шедевры создавали. А? Наверное, догадался с одного раза, понимаешь? Потому что именно женщина это поднимает на тот уровень, чтобы создавать эти шедевры. там мужик, вот. Афоризм, у меня есть прекрасный афоризм, я тебе скажу, если ты не слышал. Неизвестно еще, кто муза для художника, кем восторгается художник или кто восторгается? Я тебе скажу, это ты и нашим, и вашим, что называется. Ты посмотри, обожди, вот ты посмотри, королевы, принцессы и прочие, какие у них портреты в истории остались. А тех любимых, даже если они были, так сказать, сам понимаешь, какими, да, легкого поведения, ну, представь, какие шедевры они из них сделали, а? Да, да, да. А вот принцессы, королевы, у которых вроде бы все, они почему-то не навеяли этим художникам вот такие образы, а? Ну, подумай, вот ты. Как святыни, к святыни. Если я скажу, меня все будут уважать. А если я скажу, мужики, козлы, а бабы дуры, они не будут уважать. Вот это же, это же культура, это зависит от... Обожди, мы с тобой про эту тему уже сказали. Для меня женщина не бог. Послушайся в слово бог. Где же может быть женщина? Нет, женщина для меня богиня. О, правильно говоришь, я с тобой согласен. Причем бог мужского рода, раз, да, а потом, если взять все религии, да, особенно, если взять первооткрыватели в этой области, да, если мы возьмем с тобой индусов, да, индуизм, потому что люди путают, когда вот индейцев, жители Индии, называют индусами. В Индии живут и индусы, и буддисты, и мусульмане. Я всю жизнь хочу понять. Там в Америке жили индейцы, не индийцы. Индейцы, правильно, и европейцы ехали в Индию. Почему люди, живущие в Индии, называются индусами, а не индийцами? Давай, я тебе объясню популярным, потому что в России мало кто понимает, и все жители Индии называют индусами. Почему? Индус, это, как сказать, мусульманин, понимаешь? Это не говорит, он араб, он иранец, он марокканец, говорят, мусульманин. Вот индус, это... Разные, разные живут в Индии. Подожди, слушай, вот это индус. А житель Индии, он индиец. Почему жители европейцы назвали, это только европейцы называют здесь, перво... аборигиналс они называются между собой, или ферстнейшнс, то есть люди первой нации. Это индейцы, их назвали европейцы, потому что они ехали в Индию, а попали сюда, понимаешь? Потому что женщин на корабле не было. Поэтому мужики изобрели сюда и подумали, что это Индия, а когда уже разобрались, оказывается, ни черта подобного. Но и отсюда это названием осталось, индейца. А индус, это человек, который индуизм исповедует. А после индуизма появился буддизм. Буддизм же опровергает брахманизм, то есть он опять же убирает институт посредника и сравнивает людей всех, ставить на одну планку, кроме женщины. А в индуизме есть каста брахманов. То есть они выше, чем обыкновенные люди стоят. Вот разница. Если хочешь, мы на эти темы можем много поговорить. Я тебе говорил, что я в свое время, когда был еще очень молодой, этим вопросами занимался, увлекался. Ну, поэтому осталось. Можно об этом всем. Но буддизм, вот я долго думал, ты, твой подход, вернее, вот твоя философия где находится? Пока не очень определился, но, наверное, многие вообще не понимают твою философию, поэтому проблемы в отношении к тебе. Моя философия проста. Человек в своей генетике содержит всю эволюцию развития человека, поэтому в человеке потенциал творца. Моя философия заключается в том, что человек по природе творец, и когда он не занимается творчеством, то он болеет, у него возникают проблемы, неврозы, страхи и так далее. Он не занимается творчеством, потому что часто думает, а что я буду этим заниматься, толку-то что? Его не научили, что это и для здоровья нужно. Он говорит, вот я буду заниматься творчеством, а кто будет деньги зарабатывать? По разным причинам. Или кто-то ему сказал, да кому это нужно, твое творчество? И приплющили его. Если человек не занимается творчеством, в любой области, это не значит картины рисовать или песни петь. Творческий подход это поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. Когда он к этому подходит ко всему, вот тогда он нарисует хорошо, я же не учился рисовать в школе там музыка, какой-то музыки, там живопись, не учился. Я сам все делаю. Но я опираюсь всегда на общество. Я даже придумал изобретение, называется коллективный разум, когда я что-то нарисую, а мне все подсказывают. Там убери это, туда до бафета, и мы все вместе создаем шедевр. Хотя одна женщина мне сказала, вы же автор, что вы всех слушаете? Да художник всегда всех слушает, иначе быть не может. Он же продукт общества, он для чего выставки делает, чтобы мнение собрать, чтобы дальше двигаться. Я просто это понял и сконцентрировал, и сделал такое социальное изобретение, коллективный разум. И мы много нарисовали. Это вообще давно известный прием, это называется брейнсторминг, когда коллективно начинают решать проблему. Это нормальное явление, известное. Рисовать, так как? Обожди, рисовать, а вот смотри, опять я с тобой не соглашусь, позволь мне не согласиться с тобой, хотя ты это творишь, а не я. Я так бы вообще в жизни никогда не нарисовал, но покритиковать, ты знаешь, мы все умеем, и все хотим. А когда заставь самого делать, нет, извините, да? Ну, такая натура у человека естественная. Вообще, лень, ты знаешь, это двигатель прогресса. Да, вот поэтому мы все и создаем, только чтобы потом ничего не делать. Но опять же, возвращаясь вот к твоей методике, то мы опять ушли, я так полагаю, от темы. Мы же говорим не для себя, мы себя вроде понимаем, но мы хотим, чтобы и другие нас поняли, так я понимаю суть нашей беседы. Ведь тот ключ, который ты даешь, ты даешь ключ, так сказать, в кладовую, вот как Али Баба, Сим Сим, ифтар, ой, извини, по-арабски говорю, открой дверь, да? Он же ведь эти сокровища не создавал, и он ключ, который открывает сокровищницу, тоже не делал, он не его был, он подсмотрел, услышал у разбойников, ты тоже в этом роли выступаешь, ты подсмотрел, что человечество, люди, дети, самые, вот я так понимаю, детские примеры для тебя, ты все, что дети делают, естественным путем, ты просто досмыслил, для чего они это делают, потому что ребенок делает те же упражнения из твоей гимнастики, да? Он же их делает, он ни хасай не знает, ни ключей никогда не слышал, он их делает естественным путем, потому что в нем внутри заложено это, это потом его зашорили. Естественно, но неосознанно, и показал им, что они делают, и они делают это как упражнение. Вот твоя гениальность как раз и заключается в этом, что ты простые вещи, понимаешь, из простых, ты же не говоришь, что тебе надо там операционное, это оборудование, вот чтобы туда залезть, там и нанотехнологии использовать, нет, самое простое, элементарное, но смотри, вот ты даешь ключик, хорошо, я дверь открыл, я посмотрю, там сокровища лежат, а как я ими воспользуюсь? А? Вопрос в этом возникает, а тут сразу у людей, знаешь, а хасай не подсказал, как использоваться-то этим, а вот тут как раз нужен и, так сказать, руководитель, который скажет, нет, ты вот сегодня вот это бери и сюда клади, кто тебе это подскажет, кто тебе подсказал нарисовать Мадонну вот таким образом, а? Понимаешь, в чем дело? К твоему ключу нужен другой ключик, более мощный. Нет, 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 без этого ключа он же и конечно не получается, из человечества. Сейчас, нет, 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 речь идет о том, что человек поправит творец, его подсказчикам, как говорится индийской пословице и муравей может быть, когда человек созрел, для Ньютона яблоко, которое на него упало, помогло озариться, а для другого хоть сад падает, никто не озаряется. Он был уже готов. Головый парламент называется, да. Когда человек готов, учитель найдется. Вопрос в этом. Когда человек научается снимать стресс, то есть выходить из-за висания в какой-то задействованности, например, зуб болит или у него экзамен завтра, когда он научается выходить из этого, выходить на ноль, у него начинает появляться понимание, чего он хочет и как этого достичь. Там подскачивает кинуша. Его опыт мы не заменим. Асай, могу я опять с тобой не согласиться? Вернемся к Адаму. Вот он один там в раю, да. У него вот это точка ноль. Правильно? Ему ничего делать не надо. Блаженство полное. Он что-нибудь создал там в раю? А? Он был с закрытыми глазами, поэтому ему сказали, не открывай глаза, живи в раю. А он послушался, змея искусителя, глаза... Брось ты, понимаешь, змей. Кто его подсунул, этого змея? Нет, змея, знаешь, что сказал Еве? Когда Ева сказала, что нельзя, отец сказал, что нельзя, он сказал, скушай яблочко, или там плод, плод. А она сказала, нельзя. Откуда ты знаешь, что нельзя? Отец сказал, ну, небесный. Он говорит, а знаешь, почему он сказал? Смей спросил ее. Ева. Она спросила, а почему? Потому что станете какого. Там же так надо читать, как написано, а не придумывать глупости всякие. Обожди. Тогда Бог противоречит сам себе. Он же все видящий, все знающий. То есть он эту ситуацию предвидел задолго до того, как она случилась. Но раз он ее предвидел и не остановил, значит, это была его воля. Конечно. Значит, он таким образом хотел Адама наконец-то учить. Конечно. Человек же неоткуда взялся. Человек из этой вселенной, из этой бесконечности постепенно возник, развивался. А это вот Адам и Ева, притчи и так далее. Это просто метафоры, которые говорят о том, что открой глаза, да, но труден путь. В муках будете рожать детей своих, там, зубами скрещать, скрепещать, или там что-то такое. Но труден путь, да, с открытыми глазами, труден путь. легче, легче, конечно, закрыться, слушать какого-то командира, ни о чем не думать, исполнять его воду. Это же очень сильная концепция в Библии. Очень сильная концепция. Она говорит о выборе. Либо ты с открытыми глазами, с трудом сбирайся на вершины, либо слушай командира, будь исполнителем. Ну, это же выбор. Сосай, но ты сам себе противоречишь. Ты говоришь, я творец. Раз я творец, мне не нужно, чтобы кто-то что-то мне говорил. Я творю, понимаешь? А ты говоришь, поднимись и слушай командира. Ты возвращаешься. Я наоборот говорю. В Библии выбор дается человеку. Либо быть познающим, самостоятельным, но труден путь. Либо ты скукуешься в комфортную позу эмбриона, ни о чем не думай, только подчиняйся. Выбор дается. Поэтому во всех религиях говорится о выборе. У человека есть свобода выбора. Тогда давай я тебе уже профессионально скажу. Все религии, одна философия детерминизма, предопределенность пути твоего. Понимаешь? Поэтому ты как бы не дергался на этом свете. Вот рожден ползать и ползай. Понимаешь принцип? Нельзя сотворить из себя что-то. Все религии как раз на это и нацелены. Они не дают внутреннему потенциалу человека развиваться. Потому что религия исполняется не по сути смысла, не по духу, который внес туда Будда или Моисей, или Мухаммед, или Христос. Дело в том, что с течением столетий дух идеи вылучивается, остается только форма, обычаи, традиции. Они ходят, например, в церковь, Богу молятся, потом берут автоматы и друг друга убивают. Но это разве дух идеи вылучился? А теперь давай... Извини. А теперь давай я тебя по буддизму покатаю, который ты вспомнил. Ты знаешь, что... Подожди, в буддизме... Мы с тобой эту тему все время вокруг нее ходим, женщины. Так ты знаешь, что в буддизме считается, что человек... Там же перерождение происходит постоянно, они признают это, что человек, который родился в образе женщины, это значит, у него плохая карма. Понимаешь? То есть в буддизме однозначно говорится, что женщина это не человек. А ты мне про Будду говоришь. Понимаешь? Это я сразу... Для меня отвергается. Читают неправильно. Когда они говорят о реинкарнациях, они не имеют в виду в прямом физическом смысле. То же самое, как и в Евангелии, читают многие неправильно. Потому что Будду, это Христос сказал, Царство Божие внутри вас есть. Вот, например. Например. Пример маленький. Когда человек выпьет, ему райское состояние. А утром похмелье адовые муки. Вот, Царство... Правильно, компенсация. Правильно. Баланс наступает. Правильно все. Как он сказал, Царство Божие внутри вас есть. А и ты можешь этим руководить. А? Слушай, мы так далеко пойдем, потому что люди не понимают. Да мы сейчас с тобой всю Вселенную пройдем. Если хочешь, я уже дальше пойду. По правилам термодинамики еще осталось пройти, объяснить твое учение с этой точки зрения. Если хочешь, я могу попробовать. Убедительно прошу, давай мы эту переложим и еще раз встретимся. И еще раз. Хорошо. И будем конкурировать, и ты всем расскажешь, какой я мессия. Значит, скажи, вот смотри, видишь, я опять одел шляпу и снимаю перед тобой. Понял? Вот это, что должна твоя аудитория делать. Все. Ну ладно. Ты, в общем, давай. Вот на дом можно производить. Секта была, которая потом весь мир взяла. А сколько крестоносцев поубивали людей. Дело же в в общем, христианство понимает тот, который уже христианин. По своей сути уже вырос до этого. То же самое ислам понимает правильно тот, который сам по себе уже вырос до уровня Мухаммеда. Мир ему. Так вопрос же в этом заключается. Если на Ньютона упало яблоко и он понял закон семейного тяготения, надо, чтобы был уже Ньютон Ньютон. Потому что яблоки падают всем. Все читают Библию, но они не становятся открывателями. А те, которые уже созрели, выросли, мудрее стали, они раз открыли Библию и бах, и сразу у них озареет. Потому что яблоко упало. Асай, давай тогда так сделаем. Сегодня я во всяком случае пытался говорить о твоих ключах. А ты, я понимаю, ты хочешь дальше уйти про твою школу. и человека. Я готов отдельно. Это совершенно другая тема. Она, я так понимаю, ты пытаешься дать людям направление, но я-то не про твою школу сегодня пытался говорить, а про твои ключики. И для чего они нужны, и как люди должны им пользоваться. Ключа, и как они должны с тобой себя вести. Не пользоваться себя, извини, вместо ключа большого. Шляпу должны носить, а потом снимать ее. Во, во, вот. Договорились, да? Ну, ладно, ты там это, выставишь, да, покажешь, что у нас получилось, какой, я не знаю, мы с тобой ничего не готовили. Я вот приготовил, но ты, видишь, ничего не записал. У меня тоже никакого плана не было. У нас такая получилась спонтанная беседа с тобой, да? Ты такой энергичный мужик, по-моему, тебя будут любить много-много женщин. Я за тебя... Ты давай не прибедняйся, он окружил себя Мадоннами и на меня говорит. Эй, парень, ты кому-нибудь другому рассказывай. Мне одна женщина сказала... Под вдохновление, понимаешь? Понятно, кто тебя вдохновляет. Мне одна женщина сказала, вы, пожалуйста, не рассказывайте мужчинам, что вы своих женщин рисуете, а то они начнут тоже рисовать, и мы тогда им будем не нужны. Так, понимаешь, когда ты рисуешь ее, ты же о ней думаешь, ты же сам себя еще подкачиваешь. Конечно, я же с любовью рисуюсь. Ты понимаешь, это же ты просто ключик открыл, и дальше идешь, и идешь по этому направлению. Поэтому я туда душу вкладываю, поэтому многим... Поэтому у тебя такая Мадонна. Да, да. Я не говорю про нее, я просто вижу ее вот здесь, и все. Я, ты знаешь, как этот, что увидел, то и сказал. Спасибо тебе, дорогой мой, ты настоящий друг, и ты настоящий мужчина. Спасибо. Последнее сразу с радостью воспринимаю. Отлично. Ну, будь здоров, слушай, до следующего раза. Спасибо тебе, Россий, что ты вышел к нам. Так, теперь я смотрю, куда надо нажимать. сейчас я нажимаю. Ну ладно, там ты уже разберешься, куда что выставишь. Ссылку пришлешь. Да, конечно, я прошу. А как же? Я не знаю, как выглядишь со стороны, ты вроде нормально, а как я выгляжу, я не знаю. Ты не представляешь себе, как блистательно ты выглядишь. Ну ладно, ты еще. Вот если бы Мадонна твоя так сказала. Слушай, Хасай, ты понимаешь, у меня другие наклонности традиционные. Вот если бы Мадонна твоя сказала, я бы понял. А ну что он мне тут распевает, блин? Давай так сделаем. Мы еще в следующий раз выйдем. Итак, я... Ладно, давай тогда в следующий раз про твою... про человека будущего поговорим. Вот если не возражаешь. Да, друзья, у нас выставка 20-го числа начинается в галерее Лего. Ну там посмотрите у меня объявление. Да, и до 20-го числа я еще несколько раз скажу об этом. Так что посмотрите объявление. Прошлите, я тебя обнимаю крепко. Саина, тебе успехов в успешной выставке. Всех благ тебе. Спасибо. Спасибо. Шляпу снимаю.